Всем привет! Это программа Live Connect. В Ростове можно отдохнуть не только на Левом берегу, но и, например, в парке, на арт-пикнике. Что это такое, расскажет Павел Кучма. Павел, здравствуйте! Привет! Арт-пикник – это сочетание культурного отдыха и творчества. Это фестиваль творческой молодежи, и уже за пять лет своего существования он скорее превратился в неформальную среду общения творческих людей. Он состоится 22 августа в парке Витя Черевичкина. Открытие будет в 12 часов, так как это пятый арт-пикник. Будет больше музыкальных групп, еще больше участников в зоне хендмейт, больше фотографов. Выставка будет масштабнее. Хотели добавить еще дополнительные зоны, но это пока идет в процессе обсуждения. Расскажите, что за выставка будет? Будет выставка фотографов как с Ростова, так и области. Еще примут участие ребята с Краснодарского края. Мы вышли уже за пределы нашего области. Выставка направлена на то, чтобы люди могли показать свои работы в первую очередь. Именно поэтому у нас каждый арт-пикник проходит голосование за выбор лучшего фотографа. Но в этом году мы решили чуть-чуть изменить систему судейства и немножко затянуть с объявлением призов, чтобы участие приняли в первую очередь люди, которые хотят показать свое творчество, а не занять какое-то место. Кто может принять участие в арт-пикнике? Принять участие может любой желающий, отправив нам заявку. Или на электронную почту, или написать ВКонтакте, или позвонить. Как удобно. Кроме выставки, какие еще локации будут? Будет музыкальная зона. Там выступят коллективы с нашей области. Будут, как известные группы, такие как «Нет неба», «Арт-клиника», «Авокадо», так и чуть менее известные, но тоже хорошие группы. В этом году мы решили добавить, помимо выступления музыкальных групп, еще танцевальные коллективы и будет несколько сольных проектов. Также будет, ну уже ставшей, как бы классической зоной для арт-пикника, зона хендмейт. Там опять будет много разных всяких интересных вещей, наверняка. Будут подарки для зрителей, для участников от зоны хендмейт. В прошлом году сколько человек приняли участие в арт-пикнике? В прошлом году приняло участие около 60 фотографов, где-то также 60-70, ну в зоне хендмейт были и где-то 10 музыкальных коллективов. В этом году людей будет больше, музыкальных коллективов тоже больше, поэтому мы сдвинули время открытия. Если в прошлом году мероприятие начиналось в 3-4 часа дня, а теперь оно начинается в 12, будет, по-моему, 18 коллективов на данный момент. Получается, вы решили увеличить время самого пикника? Да, да. Людей творческих много, а времени мало. А гостей сколько приходит? Активно люди участвуют в этом шоу? Да, да. Люди участвуют активно. Ну, арт-пикник обычно собирает, ну, порядка 5000 вот людей, которые приходят посмотреть на работы участников или послушать музыку. Что самое приятное, что люди приходят целенаправленно, именно вот проникнуться искусством. А как вы думаете, чем людей это привлекает? Почему они к вам идут? Я думаю, что хочется какого-то общения в офлайне. То есть сейчас все, да, в основном общаются в интернете, там же смотрят фотографии, слушают музыку, заказывают товары. А здесь можно посмотреть на все вживую. А вы не боитесь, что жара будет препятствовать отдыху? Ну, жара, думаю, будет не помеха. Павел, расскажите, пожалуйста, как зарегистрироваться для участия в арт-пикнике и где это все будет проходить? Чтобы стать участником, нужно отправить заявку на адрес электронной почты shsobakaartoktober.ru, написать зону, в которой вы хотите участвовать, если это фотозона, приложить превью работы, свои контактные данные. Если хендмейт, то тоже, соответственно, те вещи, которые вы делаете, контактные номера телефонов или страничка ВКонтакте. Мероприятие будет проходить 22 августа в парке Витя Черевичкина. Открытие мероприятия в 12.00. Спасибо, Павел, вам за интересную беседу. Я думаю, что многие ростовчане были бы рады поприсутствовать на арт-пикнике. Это была программа Live Connect. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова